Унитарное предприемство «Швец» в наступном году отзначит 30-ти годы. Сегодня тут просует коля 130 человек, боль за половину, зяких мают группу инвалидности. Основный ассортимент – спецоденья, сродки индивидуальной аховы и постельная белизна. А про шатого участка работников с низкой квалификацией и, как правило, с рульозными захворываниями просует непосредственно по месту жихарства. Их заняток пошил рукавиц. Как процесс происходит, крой непосредственно изготавливается у нас здесь, на предприятии, затем непосредственно на домашний адрес развозится этот крой, где находятся швейные машинки, которые выданы предприятиям нашим. И работники уже непосредственно осуществляются отшив этих изделий. Затем мы также своим транспортом объезжаем по всем домашним адресам работников и собираем эти изделия. На початок этого года у списа жадающих просолотковаться находились 255 человек за межаванными физичными махчымастями. На протягу первого года больше, как половы из них, свою мару реализовала. А про шатого, каждый четвертый у гэты перед примал удел у оплачиваемых громадских работах. Двое отримали субсиды на открытие уласной справы. Разом с тем, досягать навод таких выников оказалось совсем непросто. Сегодня просолотковаться можно только после проходжения медицинской комиссии. И не у каждого человека с группой инвалидности гэта отрымливается. У некой ступени выращением гэты проблемы зявляется бронирование рабочих местов и так званая прационная адаптация. Для этого заключаются договора непосредственно с предприятиями, с нанимателями. И компенсируются нанимателям затраты на выплату заработной платы для этих граждан. В течение, например, от полугода до года. Для того, чтобы вот этот гражданин, этот инвалид мог адаптироваться на рабочем месте по определенной профессии и в последующем уже продолжал свою трудовую деятельность, если удовлетворяют запросы и нанимателя, и, соответственно, инвалиды. Леб за все, такая прационная адаптация проходит на предприемствах, где значную частку работников складают люди с группой инвалидности. Правда, у опошнейша сколько из таких предприемств ускорачается, что часто тлумачится их низкая конкурента с дольностью. Разом с тем, выращать проблему необходимо у любым выпадку. Человек повинен месь махчым и спрацовать. У протоколе доручения у керовника державы, затверженным на початку месяца, гэтое пытание тлумачится однозначно. Непрасучим инвалидам, які мают профессийные и прационные рекомендации, необходимо оказывать садзей нишэнне у занятости. Потому что очень сложно на сегодняшний день прожить на одну пенсию. И есть инвалиды, которые стремятся работать. Они, как один выразился, я хочу более-менее достойно жить. В лице Александра Лукашенко поднят правильно этот вопрос, что инвалиды должны работать.